МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за пандемии COVID-19 практически весь мир ушел на карантин. Наша республика не стала исключением. В условиях чрезвычайного положения мы живем уже на протяжении месяца. И карантин продлится еще несколько недель. В Казахстане до сих пор не пройден пик заболеваемости коронавирусом. Поручаю продлить карантинный режим в столице, в Алма-Ате, Шимкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это не популярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет. Кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов. Если верить прогнозам ученых, пик заражения COVID-19 придется на конец апреля-начало мая. Ожидается, что в этот период число инфицированных достигнет 2000 человек. И сегодняшняя ситуация показывает, что опасная болезнь сбавлять темпы распространения пока не собирается. Она, напротив, продолжает набирать обороты. Строгие меры карантина сдерживают, но не останавливают COVID-19. С момента карантинного режима коронавирус унес жизни 17 человек. Удар пандемии одним из первых принял на себя малый и средний бизнес. И особенно те, кто работал в сфере услуг. На этой неделе Госкомиссия приняла важное для предпринимателей решение. В главном городе страны заработает почти четверть рынка труда. Около 100 тысяч астанчан выйдут на работу. Госкомиссия утвердила список предприятий, которые возобновят свою деятельность уже 20 апреля. В столице разрешение получат промышленные строительные компании, крупные строймагазины. Также автовладельцы смогут воспользоваться услугами моек и мастерских. Заработают химчистки и прачечные. Компании в сфере транспорта, складирования, а также сервисных компаний, сельскохозяйственного назначения. Автосалонов, СТО, автомоек, шиномонтажного сервиса, магазинов фото-зепчастей, химчистки, ремонт оргтехники. Банка второго уровня с допуском 50% от штатной численности нотариальных услуг по спискам, которые будут утверждены Акиматом. Кроме того, будет продлена до 22 часов работы объектов общественного питания только с услугой на вынос и доставку. Что касается Алматы, то действовать там начнут все промышленные, строительные предприятия и склады. Ведут на работу сотрудники банков второго уровня, а также сотрудники СТО, шиномонтажных мастерских и автомоек. В общей сложности к работе приступят 128 тысяч жителей Южной столицы. 20 апреля в городе Алматы возобновляется работа крупных автовых рынков, строительных материалов, нотариальные услуги, а также одного отделения Центра обслуживания населения. Вновь приступить к деятельности предприятиям разрешат только при главном условии. Они должны будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. Помимо этого, работодатели обяжут обеспечить развозку для своих сотрудников, так как общественный транспорт ходить пока не будет. Разрешение на работу получат только те компании, которые внесут специальный список. Соответствующий перечень составят в оперативных штабах Нурсултана и Алматы. Они также определят рабочий график предприятий и укажут допустимое количество специалистов. Пандемия заставляет менять планы даже президентов. Впервые в истории Евразийского экономического союза встреча глав государств прошла по видеоконференц-связи. Ожидаемой главной темой на повестке была борьба с коронавирусом. Президент Казахстана Касым Жумар-Тукаев был настроен оптимистично. Он заявил, что страны ЕАЭС преодолеют кризис, вызванный COVID-19. Для этого государствам нужно направить все силы на диагностику и лечение опасной инфекции. В связи с введением карантинного режима в наших странах мы стали свидетелями увеличения спроса на цифровые товары и услуги. Мы также убедились в безусловной важности качества, надежности цифровой инфраструктуры. Внедрение передовой качественной цифровизации в значительной степени определит эффективность всех направлений, распространения интеграционной работы от цифровизации таможенных служб до совместных разработок по финтеку. Повышенный спрос на цифру – один из немногочисленных плюсов распространения COVID-19. Минусов, пожалуй, больше. Но и их президент Казахстана предлагает превратить в преимущества. Например, новые условия – подходящий повод наладить продовольственную безопасность внутри Союза. Кроме того, уже сейчас следует задуматься о посткризисном периоде. Наш совместный проект, Евразийский банк развития, должен стать эффективным инструментом финансирования совместных проектов в посткризисный период. Правительства наших стран могли бы выработать в этом направлении согласованные предметные предложения. В стране продолжает расти число выздоровевших от коронавирусной инфекции. Лидером по числу выписанных пациентов остается Нур Султан. Эта новость не может не радовать. Из столичной инфекционной больницы за короткий промежуток времени выписали сразу 40 пациентов. В общей сложности выздоровевших в Нур Султане уже почти 200 человек. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Жалоб на момент выписки не предъявляют. Все пациенты выписались с рекомендациями на 14-дневный карантин, домашний карантин. Одна из выписанных жительниц Нур Султана – сама медицинский работник. Признается, что была в шоке, когда узнала о положительных результатах теста. Нам до этого брали анализы в больнице. Потом через день позвонили и сказали, что у меня тест положительный. Нам давали лекарства. Лекарства, правда, дорогие, но все было от них. Мы с собой ничего не покупали, ничего не проносили. В среднем лечение зараженных COVID-19 длится две недели. Перед выпиской пациенты проходят два контрольных теста, результаты которых должны быть отрицательными. Слабая защита. В том числе из-за этого врачи заражаются коронавирусом во всем мире. В странах, где наблюдается высокое распространение заболевания, не хватает средств индивидуальной защиты. Наше государство оказалось в аналогичной ситуации. Каждый пятый зараженный COVID-19 в Казахстане – медработник. Например, первый случай был в детской инфекционной больнице города Алматы. И по данным департамента комитета по городу Алматы, развитию заболевания способствовало круглосуточное пребывание в стационаре медицинских работников. То есть на тот момент еще не было организовано проживание вне смены данных медицинских работников, и они оставались внутри стационаров своих ординаторских. Также переутомляемость персонала, работа по 10 часов в смене или круглосуточно. Были установлены факты недостаточного обеспечения средствами индивидуальной защиты и неправильное применение средств индивидуальной защиты. После массового заражения медицинского персонала в Центральной городской больнице Алматы главного врача освободили от должности. По последним данным, общее число инфицированных врачей – больше 200 человек. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья. Сам глава горздрава Абельдаев самоизолировался из-за того, что регулярно посещал больницу, которая теперь закрыта на карантин. Касательно моей самоизоляции, поскольку я посещал Центральную городскую хроническую больницу 6 дней назад, так как являюсь потенциальным контактированным, решил придерживаться самоизоляции, не подвергая опасности своих коллег и населения города. Я совместно с моими работниками и коллегами уже три раза сдавал сначала карантина в городе анализы, результаты всех анализов отрицательные. Определить со стопроцентной вероятностью риски заражения медперсонала, который постоянно находится в вирусной среде, сложно. Однако во Всемирной организации здравоохранения в качестве примера приводят следующие данные. Во время вспышки атипичной пневмонии, которая накрыла планету 17 лет назад, больше 20% всех подтвержденных случаев в мире пришлось на медицинских работников. Эпицентр пандемии коронавируса сместился из Испании и Италии в сердце Америки Нью-Йорк. Соединенные Штаты вышли в лидеры по числу инфицированных в мире. И в этом Дональд Трамп винит Всемирную организацию здравоохранения. Американский лидер считает, что она слишком поздно предупредила об опасности коронавируса, из-за чего страны не смогли предотвратить распространение болезни. К тому же представители ВОЗ долгое время информировали, что вирус не передается от человека к человеку. В знак протеста США отказываются финансировать Всемирную организацию. Америка больше не будет платить взносы. Если бы Всемирная организация здравоохранения выполнила свою работу и привлекла медицинских экспертов в Китай, которые объективно бы оценили ситуацию на месте и заявила о недостаточной прозрачности в плане предоставления информации Китаем, вспышки коронавируса можно было бы избежать еще в самом начале. И летальных исходов было бы меньше. Это могло бы спасти тысячи жизней и позволило бы избежать экономического ущерба. В ответ на эти обвинения ВОЗ призвала страны не политизировать пандемию. Один из крупнейших доноров организации, американский фонд Билла и Мелинды Гейтс, встал на защиту. Глава фонда, миллиардер Билл Гейтс считает, что именно работа организации замедлила распространение COVID-19. И никакое другое учреждение не сможет их заменить. Не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой иной гуманитарной организации, борющейся с вирусом. Сейчас время для единства и для совместной солидарной работы международного сообщества ради обуздания этого вируса и катастрофических последствий его. Сейчас число зараженных COVID-19 в США превышает 700 тысяч человек. Жертвами заболевания стали больше 37 тысяч американцев. Впрочем, в некоторых штатах ситуация начинает стабилизироваться. Поэтому американские власти задумались о снятии некоторых ограничительных мер. Раньше, чем 1 мая, к прежнему режиму смогут вернуться сразу несколько закрытых штатов. Сейчас мы находимся на самой верхней точке кривой. Я в этом уверен. В целом уровень заболеваемости идет на спад. Мы уже начали этот процесс. Тем временем немецкие власти также приближаются к постепенной отмене ограничений. Канцлер Германии Ангела Меркель уже объявила о снятии некоторых карантинных мер со следующей недели. Она объяснила это успехами страны в борьбе с пандемией. Со следующей недели в ФРГ будут открыты лишь небольшие магазины, спортивные и книжные бутики. 4 мая должно возобновиться обучение в школах. Вновь заработают парикмахерские. При этом от жителей Германии по-прежнему требуют соблюдать социальную дистанцию. То, чего мы достигли, это всего лишь промежуточный эффект и успех. Мы двигаемся в правильном направлении. Мы можем постепенно после 4 мая начать открывать школы. Это должны быть небольшие группы учеников, для которых будет разработан концепт школьных автобусов, также концепция пауз. Должна быть проделана большая работа по организации логистики и подготовке для начала обучения. Я знаю, какая это нагрузка для родителей, но мы живем во времена пандемии, и эти меры необходимы. В Испании и Италии наиболее пострадавших от пандемии тоже постепенно снимают ограничения. После того, как число новых случаев стало снижаться, власти Испании приняли решение с 20 апреля возобновить работу заводов. Однако каталонские власти уже отказались его исполнять, объяснив, что риск новой вспышки и второго карантина слишком велик. В Италии режим всеобщей изоляции продлили до 3 мая, но с 21 апреля уже откроются книжные лавки, магазины канцелярских товаров и детской одежды. По-прежнему закрытыми останутся заводы. О продлении карантина объявили и в Великобритании. Общее количество зараженных в Соединенном Королевстве превысило 99 тысяч. От коронавируса скончались около 13 тысяч зараженных. При этом британские власти отмечают, ситуация улучшилась еще с прошлой недели. На этой неделе мы изучим эффективность таких ограничений, как социальное дистанцирование, но я должен предупредить, что мы не ждем каких-либо изменений. Ограничения останутся в силе до тех пор, пока мы не будем уверены, что любые перемены будут безопасны. За мясом пришли. Ну все ясно, будем оформляться тогда. Мясо для казахов с гитлой, брутарной. Тема карантина стала популярной среди казахстанских юмористов. Известные и начинающие видеоблогеры делятся позитивом со своими подписчиками. Люди! Люди! Этому видеоролику уже больше двух лет. Однако в наши дни он приобретает новую актуальность. Сейчас такое без последствий уже не снимешь. Да, города пустые, но выходить никому нельзя. Поэтому видеоблогерам приходится творить в домашних условиях. Дети вы, не буду вас снимать. Несмотря ни на что, жизнь продолжается. Казахстанцы, оказавшиеся затворниками по неволе, стараются не унывать и даже посвящать себя творчеству. Этим они скрашивают не только собственные карантинные будни, но и изоляцию окружающих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...